Это то вино, которое пили у нас с рогом. Вы знаете, у нас традиция пить виноград с рогом. Рог классический, это один литр. И пить рогом красное вино, это самоубийство. Поэтому пили белым вино, и более подходящее в этом плане. Один из самых подходящих. Ну что ты фотографируешь? Автобус? Не знаю. А красное называется из-за того, что когда она спелая, это тоже белый виноград, она с красненькой. Поэтому красный рог называется. Кстати, аналогично этому белому винограду есть красный виноград, самый распространенный, самый ценный, так сказать, царь всех красных виноградов. Это Собираг. Вот с правой стороны, кстати, вы видите Чурчхелы, нанизанные на нитку аехи, в основном Грецкий орех. А что я с фундуха покупала? С фундуком тоже есть, но больше всего все-таки Грецкого ореха есть. И вот эти блинчики. А как это виноградный сок застыл? Вообще... Сироп? Традиционно виноградный сок застывает, когда его много варят. А, нет. То есть, когда лишняя влага уходит. Но в современное время все-таки добавляют муку. Вообще лично. В основном. Но все равно ее долго варят. В любом случае. И, кстати, Чурчхелы это еда грузинского воина. Почему? Это самая практичная еда для воина была в том плане, что... не портилась. Не портилась. Ну, она не портится вообще стандартно. Шесть месяцев. Плюс орех. То есть питательный. И виноградный сок очень. Питательный. Как говорили. Да, поэтому для воина это было самое то. Ну и в современное время это для путешественников и для туистов очень хорошее время. Наряду с отчаянским хотя быстом. Лучше, чем сникерсы. Ну, естественно. Даже не сравнивать со сникерсом. Потому что это все-таки натуральный продукт. С натуральными. И, кстати, даже когда в сникерске там тоже орехи есть. Но тот орех, который был в Чурчхеле, он более полезен. Это раз. Во-вторых, не больше орехов в Чурчхеле. А сочетание, кстати, очень правильно древние люди еще сочетали именно орех и виноградный сок. На сегодняшний день, когда были исследования, было установлено, что это одно из лучших сочетаний с тех продуктов, которые использует человек. Почему? Потому что виноград, он очень хорошо действует на сосуды. А орех, в том числе, он способствует укреплению сосудов. И вкупе, так сказать, это все очень благотворно влияет на горячие. Ну и кроме того, что это еще очень сытно, одну целую Чурчхеду, чтобы один человек съел, в какой рейд подбывает. Это очень трудно на самом деле. Поэтому это очень практично. Кроме того, если вот так реально смотреть, это единственная грузинская сладость. Что бы вы тут не ели, там где-то пахлава, например, пахлава это не грузинская, а турецкая. Да, и она очень сладкая. Грузины, они очень сладкие, никогда не любили. Особенно гордзи. Поэтому Чурчхеда тоже, она стандартная, но не слишком сладкая. Она не должна быть прихода. Вот, поэтому у нас, когда спрашивают, какие у вас сладости, у нас нет сладости старой, именно традиционной. Конечно, у нас торты делают, мы тоже любим торты, кушают. Это все современно. А как эти блины?